Сталин Иосиф Васильевич. В годы Великой Отечественной войны, 1941-1945 годов, председатель ГКО, председатель Ставки ВКК, нарком обороны СССР, верховный главнокомандующий вооруженными силами СССР, возглавляемая Сталином Ставка ВКК, с ее органами управления генеральным штабом осуществлял непосредственное руководство военными действиями, планированной кампанией и стратегических операций, возглавляемой Сталином ГКО, Другие высшие государственные и политические органы провели огромную работу по мобилизации всех сил страны на отпор агрессору и достижение победы. В качестве главы советского правительства Сталин участвовал в Тегеранской, Крымской и Подздамской конференции руководителей трех держав, СССР, США и Великобритании. Жуков Георгий Константинович. В годы Великой Отечественной войны, член Ставки Верховного Главнокомандования, командующий войсками резервного, ленинградского и западного фронтов, первый заместитель наркома обороны СССР и заместитель Верховного Главнокомандующего, осуществлял координацию действий фронтов под Сталинградом, по прорыву блокады Ленинграда, в битвах под Курском и Заднепр, командовал войсками Первого Украинского фронта, координировал действия Первого и Второго Украинских фронтов, на завершающем этапе войны командовал войсками Первого Белорусского фронта. 8 мая 1945 года от имени Верховного Главнокомандования принял капитуляцию фашистской Германии, четырежды Герой Советского Союза, дважды награжден Высшим Военным Орденом Победы, многими другими орденами и медалями, почетным оружием, Рокоссовский Константин Константинович. Во время Великой Отечественной войны командовал механизированным корпусом, 16-й армией, был командующим войсками Брянского, Донского, Центрального, Белорусского, Первого и Второго Белорусских фронтов, где особенно ярко проявился его полководческий талант, руководил боевыми действиями войск в битвах под Сталинградом и Курском, в разгроме немецко-фашистских войск Белоруссии и Восточной Пруссии, Восточно-Померанской и Берденской операций. Важный Герой Советского Союза, награжден Высшим Военным Победой, многими другими орденами и медалями, почетным оружием, Тимошенко Семен Константинович. В годы Великой Отечественной войны был членом Ставки Верховного Главнокомандования, заместителем Народного комиссара обороны СССР, Главнокомандующим Западным и Юго-Восточным управлениями, одновременно командующим войсками Западного и Юго-Западного фронтов. Позднее командовал войсками Сталинградского и Северо-Западного фронтов. С 1943 года, представитель Ставкина фронта, участвовал в разработке и проведении ряда крупных боевых операций. Дважды Герой Советского Союза, награжден Высшим Военным Орденом Победа, многими другими орденами и медалями, почетным оружием. Конец Иван Степанович. В годы Великой Отечественной войны командовал 19-й армией войсками Западного, Холинского, Северо-Западного, Степного, 2-го и 1-го украинских танков. Его полководческий талант особенно широко раскрался при руководстве боевыми действиями в войске смоленскому сражению. Дважды Герой Советского Союза, награжден Высшим Военным Орденом Победа, многими другими орденами и медалями, почетным оружием. Малиновский Родион Яковлевич. В годы Великой Отечественной войны, командир 48-го стрелкового корпуса, командующий 6-й армией, командующий войсками Южного фронта, командующий 66-й армией, заместитель командующего войсками Воронежского фронта, командующий 2-й гвардейской армией, командующий войсками 2-го украинского фронта. Полководческий талант особенно ярко проявился при участии в Будапештской, Емской и других крупных операций по освобождению Украины, Молдавии, Ленгрии, Австрии, Чехословакии. Дважды Герой Советского Союза, награжден Высшим военным орденом Победы, многими другими орденами и медалями. Ворошилов Климент Ефремович. В годы Великой Отечественной войны, член Ставки Верховного Громнокомандования, член Государственного Комитета Обороны, главнокомандующий войсками северо-западного направления, командующий войсками Ленинградского фронта, представитель Ставки на Волховском фронте, координировал действия войск Ленинградского и Волховского фронтов при прорыве блокады Ленинграда, главнокомандующий партизанским движением, председатель Трофейного Комитета при Государственном Комитете Обороны, председатель Комиссии по вопросам перемирия, участвовал в Московской конференции трех держав, СССР, США и Великобритании. Дважды Герой Советского Союза, Герой Социалистического Труда, награжден многими орденами и медалями, почетным оружием. Кузнецов Николай Герасимович. В годы Великой Отечественной войны, член Ставки Верховного Главного Командования, Народный Комиссар Военно-Морского Флота СССР, главнокомандующий Военно-Морским Флотом, уверенно руководил боевыми действиями фронтов при защите Одессы, Севастополя, Ленинграда и других приморских городов, морских и океанских коммуникаций и нанесения ударов при морских перевозке против. Умело осуществлял взаимодействие флотов с сухопутными войсками, руководил операциями Тихоокеанского флота в войне с империалистической Японией. Участвовал в Ялтинской и Потсдамской конференциях глав правительств трехсоюзных держав в 1945 году. Герой Советского Союза, награжден многими другими орденами и медалями, Буденный Семен Михайлович. Во время Великой Отечественной войны входил в состав Ставки Верховного Главнокомандования, был командующим группой Ярмия резерва Ставки, главнокомандующим войсками Юго-Западного направления, командующим войсками Резервного фронта, командующим войсками Северо-Кавказского направления, командующим кавалерией Советской армии, членом Высшего военного совета Народного комиссариата обороны СССР, внес значительный вклад в дальнейшее укрепление Советской армии. «Трижды Герой Советского Союза», «Награжден многими орденами и медалями», «Трижды почетным оружием». Воваров Леонид Александрович. «В годы Великой Отечественной войны, начальник артиллерийской Красной армии, начальник артиллерии Западного направления, Резервного фронта, заместитель командующего войсками Можайской линии обороны, начальник артиллерии Западного фронта, командующий войсками 5-й армии Западного фронта, командующий графа и войск, а затем командующие войсками Ленинградского фронта. Полководческий талант особенно ярко проявился в руководстве действиями войск по обороне Москвы, обороне и прорыве блокады Ленинграда, 2-го и 3-го Прибалтийских фронтов в проведении ряда других крупных операций. Герой Советского Союза, награжден Вышим военным орденом Победа, многими другими орденами и медалями. Василевский Александр Михайлович. В годы Великой Отечественной войны, заместитель начальника Генерального штаба Красной Армии, начальник оперативного управления, начальник Генерального штаба Красной Армии и одновременно заместитель Народного комиссара обороны СССР, командующий войсками Третьего Белорусского фронта, затем вновь заместитель Наркома обороны СССР, по поручению Ставки участвовал в разработке многих важнейших стратегических планов. В частности, Василевский был одним из творцов и исполнителей плана наступательной операции под Сталинградом, координировал действия нескольких фронтов Пурской битвы, Белорусской и Восточно-Прусской наступательных операциях. Под его руководством в августе-сентябре 1945 года была успешно проведена стратегическая операция по разгрому Японской фронтунской армии. Дважды Герой Советского Союза, дважды награжден высшим военным орденом Победа, многими другими орденами и медалями, почетным оружием.